Дверь с ноги, как говорится, кроит вещает, и сегодня я вам покажу, как правильно залетать на открытие нового сервера Блэкраши, чтобы быстро стать богатым и, возможно, даже без доната на ловле взять себе бизнес. Существует такая вещь, как пререгистрация, и если ты будешь донатить на открытие, то тебе эта фича пригодится, потому что сразу после регистрации ты можешь перейти на сайт и задонатить себе на еще не существующий сервер. То бишь, когда запустится сервер и ты зайдешь, автоматом тебе начислится донат, а если ты обычный БМШ и не донатишь, то тебе эта пререгистрация не нужна. Вот уже почти 12.00, залетаю я с телефона с донатом, а с планшета без доната, чтобы показать две стороны. Ну, походу, сервер открыли чуть раньше, поскольку, ну, реально, первые секунды, а уже фулл очередь забита. Итак, мне повезло, буквально пустило на 20-х секундах с планшета, и, как видите, аккаунт еще не зарегистрирован. Вводим изичный пароль, так, тут немножечко залагало, так, все починили, пау, залетели на сервер. В целом, хорошо залетели, первая минута, главное, чтобы сейчас не крашнуло. Так, берем скутер и едем куда и все. Задача для тех, кто не донатит, быстро нафармить себе вертов, чтобы в 2.4 на 7 словить недонатных симок. Для этого мы подъезжаем к банку, они что на приколе, они в ловлю просто стоят, афэкашат, мешают другим челам пройти. Все, ладно, окей, мы прошли, подбегаем к пикапчику, так, создать новый счет, любые буквы прописаны, все, счет есть, плюс 5 ковертов, а еще мы словили 161 номер имба. Теперь просто выходим из банка и на всех парах бежим за вот этот угол. Да, конечно, если у вас под рукой скутер, то берите его и чуть быстрее доедете, но если нет, то просто прыжками добегите вот до этого места. Тут у нас находится ближайший 2.4 на 7, в который, блин, очень сложно зайти, ну дайте пройти, там же время тикает. Ура, все, мы зашли, до пикапчика мы не дойдем, поэтому прописываем команду slash buy и здесь покупаем мобильный телефон сюда. Выполнили задание, плюс бабки будут, чтобы купить еще больше симок. Опа, первый блат прошел сюда, вау, еще один на базу, на четвертой минуте открытия до сих пор такие номера, очень удачно на самом деле. Еще один крутой с нулями, ну короче, если хотите реально что-то словить, то ставьте какие-то необычные комбинации, так шанс словить будет больше. О, 228 008, и не блат, но прикольный номер. А, понимаю, все, умерла игра, ну я 7 минут отыграл, очень много чего словил, поэтому ок. Кстати, с аккаунта, на который я донатил, до сих пор не зашел, ну а с планшета быстренько релогаемся. Блин, ну 12.16, как бы для донатного аккаунта открытие как бы закончилось. Фикол, я с планшета с нуля отстаял очередь и за 12 минут зашел. Да, по таймингу 20 минута, а я уже релогнулся после краша, уже пустой спаван, как на обычном сервере. Конечно же, берем себе скутер, ну а так, в принципе, для аккаунта, на который не донатят, вот эта скоростная ловля закончилась. Давайте я сойду с Моцико, покажу вам инвентарь. Мы достаточно успешно залетели и словили реально крутые симки. Ну, наверное, в инвентаре у меня сейчас миллионов 5 в перспективе. Можно, конечно, искать уже сейчас покупателя, но их выкупят только по дешевке. Кстати, мы регали этот аккаунт, как обычно, не на пререгистрации, поэтому можем спокойно активировать всем известный промокод хэштег пози и получить 30 часов Бугатти Ланойр и 50 часов платинум випки. Все, вот уже чатик полетел. Ну, в принципе, я и раньше рассказывал вам про этот промокод, да, но его фишка в том, что он работает на новых серверах и его активировать куда лучше, чем тот, который предлагают разработчики на пререгистрации. Хотя, если донатить несколько тысяч на открытие, то вот эти бонусы, они незначительные. Можно вообще забить на пререгистрации, взять ник, зарегать и заранее себе задонатить. А если вы, как я сейчас, без доната играете, то любая фишка очень важна. Ну, так, чисто проверить, 24-я минута открытия, ну, Корякина, конечно, да, все забрано, естественно. В Бусаево я, конечно, тоже ради приличия заехал, но тут понятно, что еще 15 минут назад все словили. Для тех, кто не донатит, чтобы быстренько формануть вертов, ну, может пригодиться Блэк Пасс. Вот у меня задание купить 4 аптечки, я их 24 на 7 купил, задание выполнил и тут же собрал свою награду. Теперь, когда у меня хватает денежек, летим в автошколу, быстренько сдаем тесты, получаем сами права и заодно выполнили квест. Смотрите, сейчас на каждой заправке ровно по 1000 литров, еще никто не заправлялся. А я, да, приехал на заправку и заправил себе ровно 3 литра, чтобы выполнить просто квест и еще немножечко формануть денег. Едем, короче, в Арзамас. Тут я заехал в правительство, выполнил задание. Дальше я приехал на низке за Бугатти, ну и, собственно, еще заглянул в сам автосалон, выполнил квест. Теперь уже сбрасываем парковку Бугатти и паркуем ее заново. Вот она, наша черненькая Бугатти. Да, прикиньте, 45 минут после открытия, а крейт уже на Бугатти. Вот так вот, да. После сбора наград Блэк Пасса уже 10 тысяч вертов на руках, поэтому залетели в аксессуары, купил себе Ачеч и тут же 10 тысяч вернулись. После чего залетаем в больничку и тут берем себе медкарту. Это, честно говоря, такая база, но я думаю, новичкам будет полезно. Заехал еще в одежду и купил себе самый дешевый скин. Типа, задача наша максимально быстро вкачать себе уровень, ну и подфармить вертов. Вообще, оружие прошел почти час, а с телефона я так и не зашел. Ну, ну как это? А тем временем прошел час после открытия и мы апнули второй уровень. Забираем медкарту, получаем 10к, а еще пригласили Фому, еще получил 7 тысяч. И на втором уровне снова залетаем в правительство, но уже для того, чтобы устроиться на работу и получить еще 5к сарей. 25к на руках, поэтому я приехал на низкий и забираем себе вот такой брутальный зас. По факту он нам вышел в 12 тысяч, а если еще его продать за 25к, когда автосалоны будут пустые, ну короче, вообще шик. Теперь мы гоним в Юшку и я бы советовал вам устроиться в СМИ на открытии, потому что, ну, здесь фракционный спавн прямо возле аукциона. Только здесь нужен третий уровень, а у нас только второй не хватает, поэтому устроиться не можем. Но вообще тема классная и некоторые прошаренные игроки этим пользуются. Конечно же, как пропустить сам аукцион? Да, здесь еще очень мало народу, просто люди выставляют то, что словили, симки, дома, ну короче, всякий шлаг, который вам явно не нужен. Нам бы самим свои симки сбагрить кому-то. А вообще я сюда ехал, чтобы чекнуть ГИБДД. Меня интересует ловля блатных номеров. Короче, может так случиться, что сразу на первой странице будет где-то из этих четырех блатной номер, но нам не повезло, у нас всякие шлаковые. Типа искать специально блатной номер не нужно, это вообще невыгодно, оно ни разу не окупится. А вот если бы на первой странице сразу выпал блатной номер, то за 2000 бы мы его купили. Но типа это была чисто проверка на удачу, все. Я приехал сейчас на шахту и посмотрите, сколько работяг здесь работает. Понятное дело, что я загнал сюда ради квеста. По матушке даже одна экспа очень важна. Дальше я залетел в военкомат, быстренько проходим тест. Опа, мы уже в рядах. Ох, тут толпа, конечно. Ну, понимаю, очень распиаренная фракция. Снова спидраним эти проклятые тесты. Ну, в принципе, это истично, конечно, но кому-то может и проблему доставит. Все, нам главное получить второй ранг, где можно уже брать задание армейский барон. Я думаю, вы уже эту всю темку знаете. Подъезжаем к углу карты, дальше бежим пешочком к метке, ну и возвращаемся обратно. Дальше, по идее, надо было поговорить с дежурным, но у меня залагала блэкраша прямо на вот этом моменте. Очень обидно на самом деле. Ну, че ж, пришлось релоготься хули нам. Чего, за 12 минут буквально зашел, а телефон до сих пор у меня там в очереди висит. И задание про барона, естественно, сбросилось. Ух ты, ё-моё, вот это привязать аккаунт, как скример. Ну, вообще, если посудить, то вот эта привязка аккаунтов очень полезна. Она дает нам 10 тысяч вертов и один день платину в випке. Это ценно. Специально для ролика я привязал аккаунт, и да, мне выдались верты. Только вот по поводу випки сомневаюсь, потому что с хэштег позе и так было. Осталось 2 дня, и сейчас тоже осталось 2... Ну, короче. Лучше не рискуйте, и когда закончатся все промокоды, юзайте привязку. Снова берем армейского оборона. Лол, запретили КАМАЗы брать. Значит, пешочком бежим в край ВЧ и становимся на вот эту красную мету. Дальше надо тупо вернуться также прыжками. Тут просто капец происходит. Люди АФК-шат или тесты там задают, непонятно. Но пройти вот невозможно. Подойти даже к дежурному, чтобы продолжить квест, тоже нельзя. Короче, я додумался зайти в склад и как бы за спиной у дежурного все-таки нажать взаимодействие и продолжить квест. Но теперь надо пробиться сквозь эту толпу, чтобы попасть в раздевалку. Три минуты, вот реально, ровно три минуты. И я уже бегаю по вот этим чекпоинтам, разношу, ну, что там надо. Все, двадцаточка залетает на аккаунт. Считайте только, что заработали на ЗАЗик. Очень крутой заработок, но с вот этой бесконечной помехой реально сложно. Прикиньте, я простоял 2 часа в очереди с телефона и, наконец-то, меня впустило. Опа, сразу нам выдались какие-то бонусы, да, с перерегистрацией, но непонятно чё. Ага, по машинам получается BMX и BMW X6. В инвентаре нам еще положили целых 3 скина эксклюзивных, но бесполезных. А платину випку дали только на 4 часа, прикиньте. А дополнительно активировать хэштег пози мы уже не можем. Но вообще, я изначально планировал в первые секунды залететь в донат, получить вот эту тысячу блоккоинов, тут же перейти в услуги, номер телефона за 70 доната и словить 4 семерки. Но я припоздал на 2 часа и 6 минут. Короче, единственное, что из интересного мне остается, это открыть один автокейс. Если из него падает норм лут, то даже можно дойти до беза, но в нашем случае Ford Mustang, как и на прошлом открытии, а это, считай, как бы даже и не особо окуп, 1.3кк, ну, ни о чём. С таким-то баликом максимум, куда можно поехать, это в казик и попробовать приумножить. Потому что, ну, реально, с таким балансом норм бизнес точно не словить. Если хотите взять бизнес без казика, то надо донатить, ну, 3-4 тысячи минимум. В Blackjack'е с одного ляма 300 тысяч я поднялся до 2-400. Знал, что надо было заканчивать, но по итогу ухожу с казика с балансом 1.2кк, то есть минус 100к. Потом ещё и вылетело, но оно явно к лучшему, релогаться уже не буду. С планшета я продолжил фармить бабки с вот этого задания в армии. И вот ещё получаю 20 тысяч и дошёл до баланса 131 тысяча вертов. Конечно, можно до самой ловли завтрашнего утра здесь фармить деньги и, возможно, даже накопить на какой-то ларёк. Но чаще всего игроки рискуют и едут в казино. Типа, если грамотно отыгрывать по 10-5 тысяч, то можно даже дойти и до миллиона постепенно. Но я решил рискануть и по итогу остался с 1700 рублями. Хотя на открытии Ростова в Блэк Джеке я поднял 2 ляма с ничего. Так что тут, ну, реально от удачи очень зависит и будьте готовы всё проиграть. Ай, блин, ещё в Деморган закинули за то, что я был в рабочей одежде в казино. Тоже, да, на заметочку, не допускайте таких ошибок. 15 минут, конечно, ну, всё равно неприятно. И даже, в принципе, в моей ситуации, когда я всё проиграл, но в инвентаре у нас ещё куча симок, которые можно на аукционе пробовать продавать. Кому-то вдруг кто-то поставит ставку и вы будете в жирном плюсе. Но если конкретно на этом открытии вам не фартит, вот прям всё идёт не так, то лучше подождать следующего открытия. Оно будет через месяц, может даже раньше и на нём уже вложиться по полному. Типа, если вы залетаете без доната, то у вас ничто не тянет, ничто здесь не держит и вы можете также это бросить и на новом сервере снова попробовать.